Добрый вечер, это специальный разговор. В студии для вас сегодня работают Виолетта Ганин и Татьяна Батуева. Как и всегда, мы обсуждаем главные темы недели. Бюджет 2024 принят во втором чтении. На что будем тратить деньги? Урок президента приднестровцев можно понять, только зная историю. Искусство, живопись, скульптура тоже часть приднестровского ДНК. А еще как в стране делают ремонты, общественники все проверяют. Это не только обсудим с нашим гостем. У нас в студии Сергей Горбаченко, ректор Бендерского высшего художественного колледжа имени Постойкина. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте. Ну, во-первых, поздравляем вас с Днем художника. Пишем программу в пятницу. Сегодня мы узнали, что сегодня Международный день художника. Очень хороший праздник. Это один из Международных дней художника. То есть много у вас их, да? Да. Ну, начнем, конечно, с колледжа. Вот когда попадаешь к вам в учебное заведение, есть такое ощущение, что попадаешь совершенно в другой мир. Вот другая атмосфера. Люди совершенно другие какие-то, инопланетяне. Они все творческие, они все необыкновенные. Вопрос такой. Молодежь сейчас вообще мало что интересует. Они все в телефонах, в смартфонах. Да, там, ну, точно не художественная сфера в трендах обучения. Как вы заинтересовываете молодежь? Чем вы их увлекаете? Мир искусства, он очень глубокий, разнообразный. И тот человек, который в него окунулся, он из него уже выходить не хочет. Студентов не нужно заинтересовывать, они сами заинтересованы. Вы учите и живописцев, и скульпторов, и реставраторов, и дизайнеров. То есть специальностей там много. Но сейчас же, сейчас уже такое время, когда нейросети все могут нарисовать, все за тебя придумать. Как с этим вообще можно конкурировать? Очень просто. Мы собирали даже определенный между собой круг, педагогические чтения проводили. Аналогия очень простая. По поводу нейросетей проводили педагогические чтения? Именно по поводу искусственного интеллекта. Когда появился фотоаппарат, многие художники сказали, все, живопись умерла. Это было более ста лет назад. Как мы видим, живопись жива, здравствует и развивается. Также и здесь искусственный интеллект все не сможет. И он не может заменить человека, и это правда. Мы пробовали, мы пробовали заменить человека. Нет, он не все может, совсем далеко не все. Может быть, он пока еще маленький, он будет развиваться, но тем не менее, то, что может сгенерировать человек, это в разы больше параметров. Ни одно художественное произведение, созданное искусственным интеллектом, не может пока на сегодняшний день сравниться с глубиной, с философией, с качеством того, что может сделать человек. А вы можете отличить картину, нарисованную искусственным интеллектом? Бывает так, что вам студенты приходят и приносят вместо своей работы быстренько нарисованную искусственным интеллектом картину за ночь? Нет. Во-первых, получил зачет. Как вы вычисляете, что это другая работа? Во-первых, студенты у нас молодцы, они не пользуются искусственным интеллектом, они стараются развивать свой интеллект. Да. Мы работаем в материале, это живопись на холсте, это рисунок карандашом, это гобелен, это скульптура, реставрация. То есть сегодня искусственный интеллект еще этого не может. И я не думаю, что прям сможет. Что касается дизайна, его можно, искусственный интеллект, там можно использовать в качестве подспорья, в качестве костыля. Чтобы не делать монотонную, рутинную работу, там закрашивать фон, он тебе сам его можно зацвестить. В этом году Бендерскому высшему художественному колледжу 30 лет. И как вы готовитесь к юбилею? Будет выставка, будет каталог лучших работ, мы это уже знаем. Что еще будет? У нас будет серия мастер-классов в процессе этой выставки. Помимо открытия самой выставки и тех работ, лучших работ за 30 лет, которые будут представлены на выставке, выставка будет действовать определенный период, месяц и больше. И в процессе работы выставки будут проводиться по выходным мастер-классы в той или иной технике. Мы сделаем еще дополнительное объявление, я вас приглашаю, приходите. А мастер-классы для кого? Для всех? Да, для всех. То есть может прийти взрослый человек, ну, например, как я. И у меня все получится. То есть я не верю в то, что, допустим, 43-летний человек может прийти, и у него получится. Я точно знаю, что для того, чтобы из человека получился художник, хотя бы был ток, нужно прийти туда в 6 лет, выучиться в художественной школе, а уж прийти вот так вот с улицы. Мне кажется, ну, неужели не бывает людей, которым ну не дано, они неталантливые? Мне кажется, каждый человек имеет в себе зерно таланта. В той или иной области он его развивает, в том числе оно может проснуться и дать ростки в области искусства. Это кто-то хорошо поет, просто застольные песни, вот, а кто-то, может быть, прекрасно вышивает крестиком. Это все одна большая широкая область, это наша жизнь, и все люди талантливые, у каждого получится. То есть можно стать хорошим художником в 40 плюс? Нужно очень много работать. Коль же еще вернемся, сейчас переходим к другим темам. Верховный совет принял бюджет 2024 во втором чтении. Почему эта работа, ну, прям хочется об этом поговорить, интересно. Утвердили, понятно, цифры, на что потратим в следующем году. По сути, это наш бизнес-план для всей страны на будущий год. И понятно, что денег-то в стране не так много, как хотелось бы, задач очень много, и на самом деле очень многое делается. Вот как эту каждую копеечку распределить для ремонта, для лечения, для зарплат, для всего, для всего. То есть вот всю эту работу приходится делать Верховному совету, правительству, взаимодействовать. Понятно, что они иногда спорят, понятно, что приходят к балансу, и это замечательно. Да, и еще есть сверхзадача от президента повысить в следующем году зарплаты и пенсии. Ну, в принципе, что все ждут. И вот, кстати, к этому вопросу вернуться в январе следующего года, когда... Когда уже точно узнают, сколько собрал бюджет этого года. И сколько еще осталось денег. И вот давайте послушаем, что об этом и о работе Верховного совета и правительства говорил президент. Вот в этом году мне понравилась слаженная работа депутата Верховного совета, в целом правительства, министров, глав администрации. Конечно же, бюджет всегда сложный проект закона, да, делить деньги всегда сложно, да, их, конечно, сложнее заработать, но когда они есть, вот поделить тоже целая наука. Понятно, что проблем много, хочется и на объекты, и на обеспечение социальных обязательств, и на иные, так сказать, траты, необходимые для государства. Поэтому, конечно, мудрость в том и состоит, чтобы найти консенсус в этом, казалось бы, сложном вопросе. Акцент во втором чтении на все направления, куда пойдут деньги, останутся в бюджете. Поддержка молодежи, предпринимательства будут ремонтировать и дороги, продолжат развивать и полив земель. Но денег туда пойдет меньше, чем в этом году. А на лечение приднестровцев за рубежом, наоборот, будет больше. Ну, кстати, да, фонд капвложений, да, наш знаменитый продолжает тоже свою работу. Стройки и ремонты будут продолжать. Единственное условие, что те, которые уже начали в этом году, и те, что нужно закончить, да, не оставляйте так. Мы знаем, что у вас в колледже тоже идут работы. Что там сейчас происходит? Расскажите, на каком все этапе? Наш колледж в этом году попал в программу капитальных вложений. У нас большой ремонт, отремонтирована полностью крыша, переложен двор, поменены все двери, окна. Внутри обстановка поменена, полы полностью поменяли, частично поменяли проводку. То есть сегодня фактически мы оказались, ну, практически в новом корпусе, в наших стенах. Это очень здорово и послужит дальнейшим толчком. Стало уютнее наверняка. Все так говорят после ремонта. Вот очень здорово, что делают ремонт, но при всех ремонтах вы все равно стараетесь сохранить уникальные вещи, раритеты. Вот я о чем сейчас хочу рассказать, про дверь, которую вы нашли, когда делали ремонт, что эта дверь, возможно, даже больше ста лет. Как вы ее нашли? Она вообще непонятно, как она уцелела, если это дерево, оно должно было сгнить, что угодно, как уцелела. На ней есть какая-то надпись, что она означает, кто вообще ее мог открывать. То есть расскажите, это интересно. То есть даже у вас, у творческих людей, даже ремонты творческие должны проходить. Эта дверь, мы сквозь нее ходили каждый день, и она была в слоях краски многочисленных, многолетних, десятилетних. Мы только сейчас начали понимать ее огромную ценность, когда мы начали очищать ее от слоев краски. Увидели, это прекрасная дверь, модерн, это где-то начало 20 века, 900, может быть, 10-15 года. Такой вот наш местный колорит с отсылом куда-то в Париж. А в чем местный колорит? В чем? Вот эти вот наши филеночки, такие вот молдавские, вставленные, классика обычная, которая встречается во всех домах. И вот эта вот модерновская резьба на ней. Мы, когда ее открыли, увидели, что эта дверь очень высокого качества, во-первых, сделана. Поэтому уцелела, да? И было видно, что она дорогая. Да. Сегодня мы ее восстанавливаем, и я думаю, что она прослужит еще 100 лет. Вот интересно, там было слово «хорошо». Кто мог его написать? Кто мог открывать эту дверь? Мы думали, что мастер, который принимал вот эту филенку отструганную, может быть, под мастерьем или кем-то, он написал «хорошо». Одобрила. Работа принято. Дело нахорошо, да? Ну, то есть это дверь, которую она вела в мужское училище, правильно я понимаю? Да. И построили еще в конце 19-го, начале 20-го года. Понимаете, на стенах работ. Мы это пишем уже в заключительных актах. Еще ремонтируют и Кушкинскую аудиторию, да, это здание, мы знаем, что передали вам, там будут в том числе мастерские. Но само здание это уникальное тоже, то есть тоже начало 20-го века, там пел Вертинский, во время Первой мировой там был госпиталь, туда приезжал император Николай II. В общем, с этим зданием, вроде бы как неприметным, у которого была в советское время другая совершенная история, да, там была фабрика, которую потом разрушили. Все с этим зданием очень много связано, в том числе и история города. Как сейчас там продвигаются работы, что там будет, как сохранят историю этого здания? Сейчас работа остановлена, здание законсервировано, полностью стены закрыты битумом, сверху проставлены специальные вставки для отведения воды, и оно ждет дальнейшего финансирования. То есть здание сегодня укреплено, и мы за него уже более или менее спокойны, точно история сохраняется. Теперь остается, ну, скажем так, конструктив, который необходимо выполнить. Ну, я думаю, что мы это сделаем. Что там будет? Там почему это здание, ну, скажем так, вам... Для вас ценно. Для вас ценно, да, для художественного колледжа. Ну, во-первых, оно имеет свою большую глубокую историю, как центр русской культуры. И дальше мы планируем развивать его в этом же ключе. Там будет большой выставочный парадный зал, там будут мастерские по краям на периферии сверху. Вот, а центр, сердце этого здания все-таки останется как культурный центр. И там будут проводиться, я надеюсь, и выставки, и музыкальные, может быть, какие-то вечера, и спектакли. О, здорово! То есть оно должно исполнять то свое предназначение, да оно и просит этого. Как оно было задумано? В Бендерском колледже преподают действующие художники. Но это здорово, потому что одно дело теоретики, а другое дело он сам пишет. Это интересно, это здорово. Но мне кажется, вам, как руководителю, это очень сложно. Почему? Потому что все художники, творческие люди, они люди настроения, они люди, которые ждут музу. И вдруг вот впал в депрессию, на работу не приду. Бывает такое? Или это стереотипы? Ну, я скажу, у нас прекрасный коллектив и очень серьезные, ответственные люди. Как раз студенты могут не прийти на пару, потому что у него сегодня снег пошел, как-то не с той стороны. С преподавателями такого не бывает. Ну, если уже приоткрыть завесу тайны, есть небольшие секреты и сложности, когда преподаватели ко мне приходят, несколько человек сразу говорят, Сергей Викторович, а вот нам на следующей неделе нас пригласили на международный симпозиум, отпустите нас, пожалуйста. Все. Ну, или два, да? Как минимум, даже если несколько преподавателей приходят, это уже головная боль для нас, потому что нужно сделать замены, занятия не должны останавливаться. Но отпустить-то надо, развиваться же нужно. И отпустить нужно. Вот поэтому мы стараемся находить всегда компромиссы, все для развития. У вас свободный дресс-код для студентов. Вообще очень сложно себе представить учебное заведение, в которое можно, например, прийти в рваных джинсах, в толстовке, и слова тебе никто не скажет. То есть так можно. Почему? Очень просто. На самом деле, если что-то ты кому-то начинаешь запрещать, это запретный плод сладок. Вот. И студент вместо того, чтобы думать о композиции, о структуре живописи, о грамотном построении пространства у себя в формате, он начнет думать, вот как бы мне волосы в синий цвет покрасить. А так он покрасил и забыл. Он уже развивается в нужном направлении. Это подростковые вещи, они проходят, перерастают. Самое главное – профессионализм, который, пропустив сегодня, завтра не наработаешь. Важное направление, которое есть в колледже, которое тоже мне, например, интересно, это иконопись. Казалось бы, раньше, в какие-то средние века иконы писали в основном монахи, получали какое-то благословение, держали пост чуть ли не 40 дней перед написанием иконы. Мы знаем, что и ваша супруга тоже сейчас расписывает иконы для храма в Первомайске, и она в том числе делилась впечатлениями, что ты все равно получаешь это благословение, ты все равно соперекасаешься вот с этим, с вечными этими мотивами библейскими сюжетами. Ну, то есть нельзя просто взять и написать. Нужно проникнуться, нужно понимать. Иконописец – это все-таки разные ипостаси твоей души. Да, это правда. Что это вообще за направление? Как оно развивается? Как в колледже вообще к этому относятся? Я не знаю. Есть ли прям люди, которые хотят писать иконы? Когда мы касаемся уже духовного мира иконы, тут начинаются уже совсем другие процессы. И очень часто можно увидеть людей, которые пытались или пытаются заниматься иконописью, но не делают это, скажем, в кавычках, правильно. Они могут либо спиться, либо у них начинаются какие-то проблемы в семье, еще что-то. Почему? Вы думаете, это как-то взаимосвязано? Конечно, конечно, взаимосвязано. Если ты начинаешь создавать боевую единицу против врага рода человеческого, скажем так, то он тебя начинает мстить. Если ты беззащитен, если ты просто раскрыт или легкомысленно относишься к этому, ну, это как в бою, ты голову поднял, снайпер-то не дремлет. То есть демоны в мире тоже не дремлет, наверняка. А вы можете отличить вот уже готовую икону автора-художника, который верит в Бога, да, и того, кто атеист, например? В любой иконе всегда есть определенные соотношения масс цветов, цветотональности. В иконе нет тени, есть только свет. Но очень часто художник, чтобы выделить или самовыразиться, он где-то может подчеркнуть, где-то чуть-чуть больше обводку дать. Гордыня вот эта самая, да, когда играет? Это все на очень тонких отношениях. Здорово. Ну, то есть вы можете отличить? Не всегда, но, наверное, да. Еще поговорим о ремонтах по фонду капвложений. Президент сам проверяет, как идут работы и всегда подчеркивает, что важно качественно все выполнять. И по заданию, по поручению президента такие проверки по всей стране сейчас в очередной раз, да, проводят общественники. Это общеприднестровский народный форум, общественная палата. Везде созданы комиссии в каждом городе. И, в принципе, сейчас этот десант всю неделю... Объезжают школы, больницы. Наводят страх на подрядчиков. Точно. Потому что, понятное дело, что... Они видят все. Да, они видят все. Каждую дверь потрогают, форточку откроют, где что открывается. Вот я даже была как-то на одной такой съемке, приехали, и вот вроде красивое здание, пригласили телевидение, все идем вместе. И, значит, быстро показывают, как это все чудесно. Ну, а проверки ОНФ и общественной палаты, они не дремлют никогда. Они могут это двинуть, то, что там прикрыто красиво. И, значит, мы идем, боже, как все красиво, и тут вдруг открывают дверь, а она не идет, ну, она царапает пол. Ну, то есть ее поставили, все красиво, и тут они замечают все, нет такого, чтобы они что-то упустили. Заносят это в протокол, заставляют подрядчиков переделывать за свой счет. Вот вы, у вас, когда закончат ремонты, вы ждете к себе такую комиссию? С удовольствием. Будем рады видеть. Но я скажу, что мы сами, во-первых, стараемся взаимодействовать с нашим подрядчиком. Он у нас хороший, мы всегда договариваемся. Вот хотя есть спорные моменты, порой бывает, иногда до крика доходит, но тем не менее. Плюс наша Государственная служба по культуре и историческому наследию нам помогает, подставляет плечо всегда рядом с нами, где-то, если, может быть, мы что-то не замечаем, поскольку мы там находимся. Приезжает наше руководство, да, и они нам помогают и находят. То есть вы к проверке общественников готовы? Да, мы готовы. Но нужно сказать, что потом результаты этих общественных проверок лягут на стол президенту. Это тоже обычная практика. Туда вносятся все мельчайшие коррективы. И сейчас подрядчики сразу обязуются выполнять все, что не доделали, либо были замечания. Еще одно событие недели, это прекрасное событие, это открытый урок истории с президентом. Мне кажется, что то, как президент разложил все факты, даты из истории Приднестровья, а начал он-то от самых скифов, и буквально за час рассказать детям, студентам, школьникам, ну, урок уже наверняка посмотрели многие, потому что он есть и на ютубе Первого Приднестровского, все это уложить в этот час, это просто неимоверная задача, но главное-то в этом было, это вот как раз мысль о том, что у Приднестровья-то есть все для того, чтобы получить международное признание, к которому мы стремимся. Я убежден, что Приднестровская Молдавская Республика будет признанным мировым сообществом. Уверяю вас, мы на это имеем все юридические основания. Ни одно государство, которое получило свое признание, и рядом даже не имело столько оснований, сколько имеем мы на сегодняшний день. Это тоже факт. Очень эмоционально. Вы смотрели, кстати, урок «История с президентом»? Я с удовольствием его посмотрел, и Вадим Николаевич рассказывал эти вещи глубоко, серьезно, с юридической точки зрения. Вы знаете, все государства на планете можно отнести к исторически сложившимся и проектно-конструкторским. Вот наше государство, Приднестровье, оно не относится к проектно-конструкторским государствам, несмотря на то, что оно маленькое, оно зависимо от многих факторов и так далее. Это государство, которое создал народ. Вот это действительно уникальное, мне кажется, явление на постсоветском пространстве. Сегодня мы переживаем какие-то трудные экономические времена, может быть, политическое непризнание и так далее, но это, мне кажется, все временно, и это пройдет, и республика будет жить. Ну вот мне было очень интересно послушать про историю тех времен, когда Карл, например, XII руководил Швецией из Бинтер, вот как бы на удаленке, дистанционно. И другие факты, и барон Мюнхгаузен, и взятие крепости, и сепаратизм Молдовы, которая от нас отказалась сама, и потом создание Приднестровья, все это наша история. И вот этот период, когда были забастовки, но я-то это все помню еще, когда уже была ребенком, и мы достаточно хорошо помним, вы наверняка тоже помните эти события. А вот когда я была дома, мой сын, например, слышал, что идет этот урок, я его слушала, и он подключился. Для него это событие, ну, времен приблизительно Карла XII, то есть он также воспринимает эту информацию, как я, например, о Карле XII. Хотя мне кажется странным, ну как, это же совсем рядом. Я это помню, я помню, как родители обсуждали все эти события, забастовки, как они отстаивали право говорить на русском языке. И вот как вы думаете, вот это поколение подростков, помоложе, для них важен, интересен вообще такой урок? Я думаю, что поколение наших детей, оно более весомое, скажет свое слово в будущем, чем мы даже сегодня. Так, интересно, почему? Потому что у них есть пример сегодняшних дедушек, бабушек, которые еще живы, которые видели это. Есть наш пример, и они видят, как это все развивается, видят позитивные изменения, которые в республике постоянно везде идут. И они на этом просто взрослеют, на этом воспитываются. И это очень важная тема, мне кажется, очень глубокая, потому что она закладывает базис в будущее. Наши дети еще свое слово скажут. Еще один важный момент, который прозвучал в уроке от президента, это то, что Приднестровье всегда, в принципе, было свободной землей. Здесь всегда свобода была одной из главных ценностей. И вот в том числе и скифы-кочевники, которые могли пересекать большие расстояния, да, и, скажем так, осваивать эти земли. И в дальнейшем это, конечно же, когда Екатерина II и Российская империя пришла на нашу территорию, и когда Екатерина II дала землю и волю всем крестьянам. И по сути, о чем говорил президент? О том, что здесь даже крепостного-то права не было. Что люди здесь всегда, сюда приходили люди по своей воле. И здесь они получали свободу и право жить на этой земле. В принципе-то и в 90-м году это то же самое и случилось, да, когда мы сказали, что да, это наша земля, и мы хотим говорить на тех языках, на которых говорили наши бабушки, прайбабушки и прадедушки, и что это наше право. Ну и понятное дело, что юридических оснований к тому, что мы как бы стали отдельной страной предостаточно, да. И вот Виолетта упомянула момент сепаратизма Молдовы, когда не мы-то выходили из Молдавской СССР, да, это как бы Молдова сама приняла решение и вышла из этого, из Советской Республики. Мы оставились в Советском Союзе. И вот эти все грани этой истории, в том числе, мне кажется, формируют и наш характер. То есть все, кто здесь, скажем, появился в какое-то время, да, потому что очень многие сюда приехали там во время Советского Союза, кто здесь жил там столетиями и так далее. Мы взаимодействуя, вот это обогащает друг друга, все истории, вот оно и дает вот эту внутреннюю свободу, о чем и говорил, наверное, президент, о том, что это и формирует нас как преднестровский народ, и это уже состоялось. А еще он говорил о том, что невозможно понять преднестровцев, не зная нашу историю. Согласны с этим? Да, абсолютно верно, конечно. Потому что история является той базой, на которой развивается народ. Когда мы говорим «свобода», это не значит вседозволенность. Когда мы говорим «свобода», это значит ответственность. Ответственность в принятии решений, в принятии тех или иных каких-то жизненных ценностей. Ты их отвергаешь или принимаешь. И очень важно посмотреть, что происходит вокруг нас. Мы находимся всегда на границе Европы. Разных миров. Да, разных миров, это правда. И мы чувствуем это намного более остро. Посмотрите, тут в Европе очень многие вещи, казалось бы, абсолютно недопустимые, разрешены и возводятся в какой-то законодательный чуть ли не ранг, всякие меньшинства и так далее, которые… Да, ты попробуй поди там что-то в Европе, скажи против них. Ну, тебя сразу же там куда-нибудь посадят. А у нас это дикость. У нас это дикость. И такого быть не должно. Вы знаете, сегодня это в искусстве очень чувствуется. Все традиционные базисные вещи, все ценности, научные, вот что касается творчества, всего-всего, пытаются, ну, скажем так, цивилизованный мир размывать. Очень простой пример. Аукцион. 120 миллионов долларов. Продается работа. Что мы видим на работе? Белый холст и три пореза вертикальных лезвиям. 120 миллионов долларов. Это, мне кажется, знаете, с чем это можно сравнить? Со сказкой «Голый король», когда все восхищаются ерундой абсолютно, не понимают. Не искусстве, не разбираются, ничего. Вы что скажете? Под этим восхищением лежит вполне обоснованная политика. Разнуздать значит взнуздать. Чтобы нашу молодежь направить, скажем, зачем мне учиться, зачем мне учить рисунок, живопись, очень сильно и много работать, когда я просто возьму белый холст, порежу его лезвием, продам за 120 миллионов. И получу много денег, да? Это, ну, на самом деле, это бесплатный сыр мышеловки. А мне хочется с вами поспорить. Все-таки есть в современном искусстве, мы не будем сейчас говорить про перекосы, которые существуют, да, про политику там и так далее. Есть, всегда же были бунтари. Ну, Малевич, Марк Шагал, я не знаю, там, Пикассо. До Микеланджело в свое время, он же тоже был бунтарем. То есть о том, что он сделал, об этом-то люди-то поняли, когда уже, ну, там, время какое-то прошло. То есть вот эти новые тенденции, которые возникают, там, понятно, что, может быть, завершают цену на них. То есть, может быть, эти три пореза гениальны? Что эти три пореза могут дать классическому искусству? Как они могут вообще существовать разные стили? То есть в чем вот смысл, ну, я не знаю, вот этого бунтарства художественного? Как не пропустить, наверное, Пикассо, да? Как не пропустить гениального, да, Микеланджело в наше время? Всегда в основе любого серьезного искусства лежит школа. У Малевича прекрасный академический рисунок. Возьмите просто автопортрет Малевича. Это хорошая живопись, хорошая академическая живопись. Малевич умел рисовать. И супрематизм, который он создал, это был всего лишь ответ фотоаппарату. Он пытался найти самую простую форму, на которой строится мир. Найти ту молекулу, от которой все идет. Это его поиски, это его философия. Сегодня Кандинский и так далее, они стали классиками почему? Во-первых, потому что у них есть школа, а во-вторых, потому что они принесли новый философский, созидательный уклад в искусство. Все искусство, вот проще, самое простое, можно разделить, да и вообще все. И в науке и так далее, можно разделить на конструктивное и деструктивное. Если оно в перспективе будет что-то разрушать, устои общества, психологию человека и так далее, то нужно задуматься, нужно ли такое искусство или нет. Музыка там же. Музыка, кино, литература, это все одно. У нас в Приднестровье туризм развивается, у нас очень много мест, куда можно поехать отдохнуть. Это и туризм на байдарках спуститься, и в ягодный тур можно отправиться, и в грибной тур. Так только уже не называют туры. Там тоже можно кататься. В общем, можно объездить все Приднестровье. Я уверена, что вы точно знаете какие-то, может быть, памятники и места, как художник, как творец, о которых мало вообще кто знает, но которые ни в коем случае нельзя пропустить, и обязательно нужно увидеть, когда приезжают. Архитектурный тур от Сергея Горбаченко. У нас в республике около 400 монументальных произведений искусства. Это мозаики и скульптуры, созданные во времена Советского Союза. Часть из них, около 90, — это памятники на братских захоронениях времен Великой Отечественной войны. Памятники очень качественно выполнены, хоть и из бетона, но выполнены очень хорошо. Остальное — это мозаики, это наши остановки прекрасные, это монументальные мозаики в том же террасполе, о котором мы говорили на стене с моста, дерево жизни. Очень много художных произведений, они все включены в открытый реестр охраняемых объектов. Он у нас в Приднестровье есть, и с ним можно легко и доступно ознакомиться. Я хочу вам рассказать интересную небольшую историю. К нам приехал парень из Голландии. Он говорит, вы знаете, я приехал сюда, и оказалось, увидел, что остановки оформляются мозаикой. У нас в Голландии это огромная большая ценность. Он проехал по всей Молдавии и удивился, что только в Приднестровье есть реестр охраняемых объектов, куда наши мозаики и остановки в том числе, просто остановка на трассе, вошла в охраняемый реестр. То есть он говорит, а как так? Нигде в мире такого нету, а вы это охраняете и сохраняете. Он, более того, он сделал выставку, фотовыставку наших мозаик у себя в Голландии. Про дерево жизни. Как дела там? Вот недавно мы совершенно понимали эту тему, говорили о том, что ее сохранят. Она находится на здании бывшей мебельной фабрики. Это возле моста Пашевченко. И сейчас трехэтажная фабрика принадлежит хай-теку. Новый собственник обещал помочь перенести мозаику. Все-таки договорились, что ее сохранят. Но когда начинаешь рассматривать, скольких мелких, маленьких деталей она состоит, мне лично кажется, далекому человеку от искусства, что это вообще невозможно. Не снять это, не перенести. Вы беретесь за непосильную ношу. Как вообще это возможно? Все это снять, в таком же виде это все сохранить и перенести. Сегодня в наших условиях создать подобное невозможно. Вот это правда. В силу того, что мы просто сейчас не найдем таких материалов. Перенести не просто можно, но и нужно. Берется за это Союз художников в Приднестровье. Там профессионалы высочайшего класса. Нам кажется, что мы снимем мозаику со стены и перенесем. На самом деле мы стену отделим от мозаики. Ага. Вот там маленькие технические секреты. Да, это очень трудоемко. Да, это очень ответственно. Но это возможно. И мне очень понравилась позиция руководства хай-тека. Они сказали, да, это очень хорошее произведение. И мы понимаем свою социальную ответственность. Это здорово, мы поможем это сделать. Это здорово. А еще мне очень было интересно. Вот мы затронули с вами тему памятников Великой Отечественной войны. В Приднестровье их сохраняют. И к следующему году приведут в порядок по максимуму все самые ценные памятники. Я знаю точно, что многие пытаются на местах сами их чинить и восстанавливать. Как художники к этому относятся? И почему вы в свое время как-то сказали, что памятники, они как люди? Памятники как люди, они все уникальны. Каждый имеет свою судьбу, свой характер. Даже типовые памятники, которые делались на художественных комбинатах Советского Союза. И у нас в Приднестровье как минимум можно привести два таких памятника. Это в селе Гарматское. И точно такой же памятник стоит в Дубосарах на мемориале «Жертвам фашизма». Вот этот памятник мы в прошлом году переформовали, он сейчас в новом материале. Эти памятники, казалось бы, типовые, они все равно разные. Они разные, у них другая немножко сборка, чуть-чуть другие повороты, ракурсы. Памятники вот этого периода, они основаны на очень серьезной школе. На очень серьезной школе. Мы когда начинали только реставрировать этот памятник, втроем мы сели, так вот чаек сделали, сидим, смотрим на этот памятник. И честно задали себе вопрос, а сможем ли мы такое сегодня в наших условиях мы втроем повторить? А вдруг у нас что-то пойдет не так, сможем ли мы ему повторить? И мы так, знаете, может быть, несколько лет напряженной работы, может быть, мы сможем что-то подобное сделать. Это памятники уникальные, это наше историческое наследие, часть нашего уже, наверное, цивилизационного кода, который у нас в республике сформирован, есть и развивается. К ним нужен особый подход, потому что гарантийный срок службы у них был 50 лет. Вот, сегодня к каждому памятнику нужно подойти, посмотреть. К сожалению, сейчас они, многие разрушаются. Вот многие пытаются их сами как-то поддержать. Хорошо ли это? Отмазать. Этого категорически нельзя делать. А иначе рассыпется. А хотят сохранить. У нас пошла трещина в бетоне, в памятнике. Если мы ее замазали водорастворимой смесью, сухой цемент, сухой бетон, точнее, сразу же впитал в себя воду. И тот цемент, который попал в эту щель, он оказался спрессованным порошком, который не прошел химическую реакцию. И она по себе проводит воду внутрь памятника, вглубь. Если раньше, может, капля воды где-то там пропитывала поверхность и оставалась, то... То есть она его изнутри разрушает. Да, разрушает памятник изнутри. Нельзя этого делать категорически. Нужно использовать только композитные составы с полным отсутствием воды. И ни в коем случае нельзя облицовывать памятник керамической плиткой, потому что она поднимает на сантиметр, всего лишь на сантиметр-полтора уровень постамента. Но памятник оказывается в небольшой маленькой ванной, в которой все время стоит вода. Он напитывается этой водой, а потом зимой начинает размерзаться. Причем снизу. И хороший памятник может рухнуть только потому, что у него размерзлись ноги. Хочется сказать про символический смысл, наверное. Вот раз мы заговорили о памятниках неизвестному солдату, понятно, что есть в его, скажем так, композиции очень много похожих вещей. Да, тот же автомат, пистолет ППШ, который держит... В основном это как бы фигура стоя или там с преклоненным коленом. Вот недавно был день памяти неизвестного солдата, и мы проехались по нескольким памятникам. Один из интересных памятников, интересный персонаж. Обычно, да, вот мы привыкли, что это молодой такой парень, там 21-23 лет. А тут вот именно такой казак, взрослый, зрелый, да, то есть тоже вот с осанкой и так далее. То есть у каждого, действительно, я с вами соглашусь, у каждого памятника есть какая-то своя вот эта майя, да, особенность, которая... И символический смысл. Почему памятники так влияют на нас, когда мы их видим? Что в них такого? У архитекторов есть такая шутка. Если ошибется врач, ну, он может рядом сделать операцию, там опять разрезать, зашить. Есть такая шутка у архитектора. Если ошибется музыкант, не ту ноту сыграет, он раз и справился, ну, может быть, его поймут только профессионалы, эту ошибку. Если ошибся художник, живописец, чуть тяжелее, ему надо холст переписывать, но он может его спрятать, и никто не увидит этой ошибки. Если ошибся архитектор, ну, тут уже проблема, здание стоит, и ну, что делать? Посади дерево. У меня есть продолжение этой шутки. Вот скульптор вообще не имеет права на ошибку, потому что памятники вокруг себя, их не спрячешь деревом, не спрячешь никакими кустами, и памятник вокруг себя создает определенный ареал, как волны от него расходятся, ну, скажем так, круги притяжения или отталкивания. Это же очень древняя вещь на самом деле, да, если так задуматься? То есть что делали люди, когда создавали разные модементы? Поэтому скульптура – это очень серьезно, это очень ответственно, и скульптура должна быть очень хорошей. Коротко еще скажу два слова. Мы царевну лягушку нашу поставили в Бендарах, принцесса, сидит со стрелой, и детки по ней прыгали, лазили, и чуть-чуть надкололи пальчик. То есть там пошла маленькая трещина. Я приехал вечером, взял с собой реставрационные мастики и начал задеть… Никого не было, уже темнело. Только я к ней прикоснулся, начал что-то ножичком там делать, подводить. Ко мне подошло сразу несколько горожан, а что это вы с нашей царевной делаете? Ну это здорово. Те каменные деревья, которые могут быть интересны туристам, потому что такие есть только у нас. Расскажите об этом. У нас прекрасный свой южный колорит. И вот очень хорошая иллюстрация. Все знают про наш виноград, что он у нас растет на фоне цветущих персиков и так далее, и так далее. И очень трудно представить виноград, который вьется по елке. Те деревья, которые живут в нашем крае, это акации, катальпы, клёны, крымская сосна и так далее, и так далее. Вот эти вот деревья, они формируют свой прекрасный колорит. И туристам очень интересно приехать с севера и побывать совершенно в других реалиях, где город засажен железняком. Прекрасное дерево, которое осенью вспыхивает так желтым, таким ярким цветом. И они живут в своем мире елок и берез. Это тоже прекрасно. Это тоже хорошо и красиво. Но это красиво на севере. У нас в Приднестровье это немножко, ну скажем так, искусственно. Прекрасная у меня есть иллюстрация, как приехали люди из Архангельска, и их сын увидел персики у нас на улице, вот где-то мы проходили, и он увидел дерево, вот перед домом у кого-то росли персики. Он говорит, а что, они вот так растут, вот так можно прямо его сорвать и съесть? Ну мы попросили у хозяев, да, можно, пожалуйста, вот угостили. То есть людей это удивляет, это наш большой плюс. Нужно этим пользоваться и грамотно этим пользоваться. Как же акации Ларионова, нашего художника-земляка, который их тоже запечатлел, и теперь они радуют весь мир, можно так сказать. Вот я же об этом и говорю. А розовая акация, она вообще цветет с мая по октябрь. Вот представляете? В общем, надо сажать акации у нас, да? Это и прекрасный запах, это и цветение. Срочно восстанавливаем южные деревья в наших городах. Ну, конечно, подальше от проводов, чтобы они не мешали движению, не представляли опасности. Ну, для этого есть специальные службы, да. И, конечно же, переходим к нашей теме «Страна-легенд». Вернулась в эфир. Сразу после специального разговора будет второй выпуск нового сезона. Прошлую субботу уже сыграли молодежный избирком и молодежный парламент. Там уже есть победитель и уже есть первая строчка в турнирной таблице, которую сейчас занимает молодежный парламент. Понятно, что пока формально, потому что игры только начались. Да, и после первого тура не будет проигравших, а они будут продолжать дальше. И сегодня суперигра, Виолетт Сергей Викторович. Мне кажется, что сегодня играют просто мастодонты «Страны-легенд». Это ОНФ и обновление. То есть битва там будет нешуточная. Это будет суперигра. Сто процентов там легко, никто не сыграет. Вы, кстати, смотрите «Страну-легенд»? Когда есть время, я стараюсь это делать. За кого болеете? Да, за кого болеете. А тут невозможно ни за кого болеть, потому что все наши. Почему нет до сих пор команды Бендерского художественного колледжа в «Стране-легенд»? Я учту ваш вопрос. Надо подумать. Но я скажу, что в республиканском конкурсе «Что, где, когда» наша команда заняла второе место. Так что давайте, подключайтесь к «Стране-легенд». Спасибо. Ну что ж, спасибо вам большое. Еще раз с праздником, с Днем художника. Спасибо большое. Это был специальный разговор. В студии для вас работали Верия Таганин и Татьяна Батуева. И мы говорили об искусстве, живописи и артефактах архитектуры. Конечно, обсудили главные темы недели. Это Верховный Совет принял бюджет на следующий год во втором чтении. Там есть уже все направления, на что мы будем тратить деньги. Говорили о том, что сейчас общественники проверяют ремонты по капвложениям. Так что все качество работ под контролем. Ну а прямо сейчас «Страна-легенд» и сегодня будет супер-битва. Играют ОНФ и обновления. Не переключайтесь, будет интересно. Устраивайтесь, удобнее, да. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!